Приветствую, это канал о стране и мире, меня зовут Сергей Лукашевский и сегодня у нас первый выпуск новой программы, наверное так правильно называть, хотя мы и не являемся телевидением. Мы договорились с политологом и директором проекта РиРаша Кириллом Роговым, что будем собираться раз в неделю и говорить о самом главном, что случилось за последние дни в России и мире и что достойно анализа и осмысления. Кирилл, добрый день. Добрый день, привет Сергей. Да, итак начнем. В первую очередь хочу поздравить вас с запуском проекта, нового аналитического проекта РиРаша. Вы его называете аналитический хаб, да, в чем идея? Экспертный, да, экспертный аналитический хаб. Идея в том, чтобы это вообще проект, который посвящен экспертизе у России. И мы с одной стороны будем собирать экспертов для того, чтобы обсуждать проблемы, какие-то текущие проблемы России в экономике, в политике, в общественные проблемы. А с другой стороны мы хотим обозревать как бы и рассказывать про разную экспертизу и разные данные, которые появляются у России, которые появляются на разных площадках, как в России, так и по всему миру. И идея в том, что такого места нет, где вот ты можешь сразу посмотреть вообще, что пишут про Россию, что какие вышли там исследования значимые, какие-то новые данные собраны где-то, где-то какой-то экспертный доклад или важная такая аналитика. А здесь это будет все обозреваться и существовать в качестве такой постоянно обновляемой ленты, нашла обозрение и соседствовать с некоторыми, с экспертизой. Вот поэтому мы его называем таким громким и коротким словом хаб. Вот в этом идея. Идея в том, чтобы как бы эта ниша не заполнена, она пустует. Ниша, где можно вот в одной фокусе как бы обозреть то, что пишут сейчас о России в разные центры, исследователи и так далее. Но в этом проекте есть и, собственно, ваш непосредственно собственный аналитический контент. И вот в этом выпуске, первом выпуске Рераша, центральный материал, это ваша с Михаилом Коминым статья «Навязанный консенсус», что говорят опросы о поддержке войны и можно ли им верить. И, ну, насколько я понял, да, центральная идея, что вот эта пропутинская, поддерживающая войну большинство, не столь едина и монолитна, и более того, не столь однозначно выступает за войну. Правильно? Частично. Это правильно, но идея как бы у людей есть, у наблюдений у этой идеи есть продолжение. Действительно, как бы мы пишем там... Это тоже, как бы этот материал является таким тоже своего рода обзором, но обзором, то есть мы делаем собственные выводы, опираясь на дискуссию, которая была по этому поводу, вокруг того, можно ли верить вопросам или нет, и опираясь на всю совокупность опросов, которые имели место вот за эти, там, три месяца. В чем продолжение мысли, почему такой ответ был неполным, да? Мы говорим, что, безусловно, коалиция, большинство, которое встречается в опросах, это большинство, поддерживающее войну, оно, как мы выражаемся, рыхлое. То есть при изменении формулировок вопросов, при контроле, там, людей на то, что они немножко сдвигают свой ответ в пользу желаемого, мы видим, что сразу сжимается. Это большинство, оно почти до 50%, хотя при прямом вопросе оно может достигать, там, 75-80%. Но это рыхлое большинство. Кроме того, надо иметь в виду, что это большинство не, скорее всего, не отражает генеральную совокупность. То есть люди, которые участвуют в вопросах, говорим мы, возможно, весьма возможно, люди, которые в большей степени, люди, которые поддерживают власть, которые лояльны режиму, которые лояльны военной операции этой, они скорее соглашаются участвовать в вопросах, предполагаемые, и поэтому у нас происходит инфляция лояльности среди тех, кто согласился участвовать, среди респондентов. Поэтому вот это рыхлое большинство тоже надо понимать, что оно может не соответствовать, не проецироваться на все население страны. Как бы всегда такое базовое предположение социологического вопроса, что выборка, которая представлена у социологов, она отражает, является проекцией генеральной совокупности. А здесь мы говорим о возможности наличия некоторого еще дополнительного фильтра, который отличает выборку от генеральной совокупности. Поэтому даже вот эти вот 50 более устойчивых сторонников войны, 75% рыхлых, рыхлой коалиции, сторонников войны, это тоже нельзя воспринимать как абсолютные цифры, а это может быть ниже абсолютных цифр, то есть тех цифр, которые будут в генеральной совокупности. Вот. Но мы говорим, почему это называется навязанный консенсус, потому что мы говорим, что с одной стороны, да, есть значительная часть людей, которые говорят, что поддерживают войну, хотя с удовольствием бы ее, может быть, и не поддержало. Это не совсем их выбор, но они вынуждены так говорить. Но против войны говорят меньшинство среди тех, кто участвует в вопросах. И сам этот факт есть характеристика состояния общественного мнения. Общественное мнение – это не только то, что мы можем вытащить каким-то крючком из голов людей, а это то, как они публично говорят о себе и о своем мнении. И поэтому те люди, которые молчат, те люди, которые сдвигают свои предпочтения и предпочитают отвечать на прямой вопрос «да», скрывая свои сомнения, они участвуют в этом навязанном консенсусе. Это не их. С одной стороны, мы говорим, что это не их желание. У нас нет большинства, такого милитаристского большинства, которое мечтает завоевать Украину. Его нет. Это некое меньшинство мечтает об этом. Но и нет той большой группы людей, которая может открыто противостоять этому. И вот это состояние и формирует вот такую, ну, это такая знакомая реальность авторитарных режимов, когда мнение, которое не является мнением большинства, довольно успешно представляется мнением большинства за счет как подавления тех, кто ему противоречит открыто, так и приучения тех, кто хочет остаться в зоне комфорта к глуилистским всяким формам поведения. И вот именно эту картину мы видим, как мы пришли к такому выводу, мы видим в вопросах, и это опровергает, как бы все-таки опровергает мнение о милитаризме, милитарическом настроении России, о том, что эта война, это выбор россиян, это не так. Но этому радоваться рано, потому что россияне ничего не могут противопоставить пока этому навязанному им выбору. Но можно сказать, что выбор россиян поддерживает Путина. Нет, выбор россиян не выходить из зоны комфорта, не вступать в конфронтацию по этому поводу. Они считают, что издержки конфронтации, которые они могли бы вступить по этому поводу, выше, чем издержки лояльности. Издержки лояльности они тоже ощущают, но считают, что те издержки выше. И поэтому они выбирают путь вот такой неконфронтационный, не публиковать свое мнение, не вступать в дебат, не вступать в конфронтацию. Вот это их выбор, да. Это мне немножко напоминает опросы о протестах Навального, когда люди не поддерживали протесты, поскольку им казалось, что они могут привести к эволюции, соответственно, новым 90-м. Лучше поддержка того, что есть, чем конфронтация с властью. Да, да, люди не решались вступать в конфронтацию с властью. И я не знаю, там целый спектр мотивов бывает, но я думаю, что очень важны прямые издержки, связанные с репрессивной машиной, с ее прямыми и непрямыми последствиями. Для человека сегодня вступить в конфронтацию по поводу войны, это высокая прямая издержка, что он там лишится работы, что его там посадят на 15 суток, его возьмут на заметку. Ну, в общем, целый ряд последствий, которые непонятно куда ведут. Поэтому это прямые издержки, не умозрительные. И люди, да, пока не готовы идти на них. Вот, собственно, читая этот очень подробный, интересный анализ, у меня все время в голове оставался вопрос, на который я так и не получил ответа, хотя понимаю всю его проблематичность. Это некоторый прогноз. А что будет в случае разных сценариев происходить с таким рыхлым большинством? Вот там, вы же сами, да, некоторое время назад в постах описывали разные возможные сценарии, да, сценарий некого замораживания конфликта с сохранением санкций, или даже со снятием части санкций, или если представить себе сценарий, когда вдруг российские войска начнут терпеть какие-то значимые поражения от украинских войск и так далее. Да, но здесь все то же самое. В принципе, есть два фундаментальных сценария, да. Один сценарий – это как бы адаптация, что люди будут все больше привыкать к этой ситуации, принимать ее как должное и вырабатывать в себе такую привычку двоемыслия, которая была в Советском Союзе, когда они знают, что публично об этом, об этом, об этом ничего нельзя говорить, надо говорить так и так, а что ты там думаешь, это неважно. Это такая будет авторитарная адаптация и утверждение того порядка, который как бы сейчас продвигается, который формируется в России, очень жесткого авторитарного порядка, действительно уже жесткого. Вот, это один сценарий, второй сценарий – это если какие-то факторы, например, экономика и какие-то информационные сбои, сбои в потоках информации, какие-то черные лебеди сменят оптику у людей. Они почувствуют, что их издержки, даже несмотря на лояльность, их издержки возрастают, продолжают возрастать. И тогда лояльность не будет такой тихой гаванью, как она выглядит сейчас для них, и их оптика будет меняться. Они будут пересматривать свой взгляд на войну и на ее рациональность. И это вполне вероятный сценарий. Я не знаю, как предугадать, какой из них реализуется. Это очень в большой степени будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая динамика, как будет развиваться ситуация с доходами от нефти и газа, как будет развиваться ситуация на фронте. Потому что все это реальности, которые будут влиять на людей и таким образом либо заставлять их... То есть режим будет людей приучать к адаптивной стратегии. Что вот теперь так, все уже, что ничего не поделаешь, так теперь и надолго, навсегда. А события могут мешать в этом режиму, когда изменения в практической жизни людей происходят слишком быстро, неожиданно имеют неожиданно большой масштаб, то тогда режим не успевает на это среагировать и взгляд обывателя меняется, он сдвигается. То есть режим будет учить принимать и соглашаться? Да, конечно, как все авторитарные режимы на этом стоят, они все время обучают людей тому, что для них, для людей выгоднее. Вот это адаптивная стратегия, и не вылезать куда не надо, и тогда можно пользоваться какими-то благами, которые здесь остаются. Вот другая подборка материалов, тоже в выпуске Рераша, о которой мне бы хотелось остановиться, это дискуссия о фашизме. Можно о том, можно ли считать российский режим фашистский. И кажется, в этой дискуссии тоже использовался такой аргумент, что фашизм – это всегда массовое движение, а, соответственно, российские власти, наоборот, не пытаются эту энергию масс поднять, не пытаются ей воспользоваться. И, соответственно, российский режим какой угодно – реваншистский, имперский, агрессивный, милитаристский, но не фашистский. Вот можно ли попросить вас попробовать подвести какую-то черту этой дискуссии, которая происходила и на страницах, если так можно выразиться, и вашего ресурса, и в соцсетях очень активно, по-моему, с мая. Да, эта дискуссия действительно очень модная стала, не является ли современный российский режим фашистским, и что его сближает с фашизмом. Она стала очень популярной, и я даже боялся, потому что когда я придумал, что нам надо это сделать на выпускающем, при том, как мы стартуем, на старте, но пока мы там, значит, все это делали, готовили, уже так много было сказано, что я очень боялся, что будет повторение, но мне нравится, как получилась у нас подборка, потому что она такая достаточно милитарная, и в то же время там очень разные взгляды, и они показывают некоторый спектр отношения к этой теме, который, вот, мне представится, значимым и интересным. Действительно, вот, например, Григорий Юдин, который участвует в этой дискуссии на страницах в Ри-Раши, он довольно четко, тонко и подробно рассказывает о том, что сближает режим с фашистским, хотя он также оговаривается о том, что вот об отсутствии массовой мобилизации, такого типа массовой мобилизации. Но это очень так убедительно и интересно сопоставление происходит. Но тут же другие авторы, например, историк Иван Курила, он пишет о том, что это такой, все, что мы видим, это такой косплей, провалимся в 1940-е. И вот это вот и все, тут тебе и какие-то, ну и война, и фашисты, и освобождение, в общем, такое разыгрывание языка, вот этого вот, который связан с Великой Отечественной войной, его такой, действительно, какой-то косплей, какие-то, это самое, реконструкция, да, реконструкторы, как будто. И он показывает вот эту псевдо-природу, да, что недопустимо в настоящем фашизме, да, это не может быть вот этого чувства псевдо и такого косплея. И это, по-моему, очень интересно. Затем там Аркадий Островский пишет очень такую тонкую вещь про то, как, про то, что образ фашизма, как бы, и такой русской, российской державности, он слился уже в таком едином образе КГБ и Штирлица. И Штирлиц является таким, таким идеалом, идеалом такого великодержавного государственника и идеалом Путина, который является одновременно и советским чпионом, и нацистским полковником. Это не случайное соединение, потому что и та, и другая идеология, идеология вот такая советская в исполнении КГБ, она была такой, для нее не важна была коммунистическая риторика, но важно было вот это вот великодержавное государственничество, идея примата государства, его абсолютной силы и необходимости его служения этой абсолютной силе. В чем, конечно, переклички с фашизмом очень сильный, что в образе Штирлица как бы и воплотилось вот это вот восхищение этой государственной силой, ее машиной. Вот. Ну и, наконец, Марлин Лороэль пишет о том, что такое стимулирование этой дискуссии, является ли Россия фашистской, что это до некоторой степени такой удобный ход, потому что мир черно-белым, все белые, а этнос черные. Вот мы белые против черных воюем, и она пишет, что это не очень продуктивный взгляд, потому что все гораздо сложнее, и в том числе этот взгляд освобождает там либеральный лагерь страны Запада и интеллектуалов Запада от рефлексии над тем, что их собственных проблем, собственных проблем либерализма, реакции, которые, по крайней мере, усиливают фронт либеральных режимов, которые атакуют либерализм. Вот. И вот такие четыре утверждения, и они очень разные, и я со всеми четырьмя согласен. И мне кажется, что как бы вот то, что удалась дискуссия, что мы видим с четырех сторон взгляд на эту проблему, и видим всюду содержательное стейтмент по поводу нее. И мы понимаем ведь, что это же не спортивное состязание, вот решить, фашизм это или не фашизм. Такого нету, вот выиграли, выиграли те, которые сказали, что фашизм, и выиграли те, которые сказали, что не фашизм. У дискуссии не может быть такого финала, а у дискуссии есть именно тот финал, который вот отчасти у нас и получился, когда четыре взгляда очень разные, они разные видят, разные отмечают и создают вот эту вот картину. Да, действительно, это государственничество, такое абсолютистское государственничество, связанное с милитаризмом, идеи там деноцификации, вернее, идеи деукраинизации, они вполне, этот вот комплекс весь государственническо-националистический, он вполне проецируется на фашизм, он далеко ушел от фашизма, он питается фашизмом, он питается его эстетикой, эстетикой фашизма, да, но это не все про этот режим, потому что здесь есть и вот эта вот вся такая мешанина косплея и другие факторы недопустимости настоящей мобилизации, совершенно другая сторона нынешнего режима, которая никаким образом не влезет в фашистский вот этот вот паттерн, но она существует, вот, и это и есть реальность такой, ну да, вот. Но у нас же есть такая палитра этих паттернов, с одной стороны, первая, которая бросается в глаза, сразу приходит на ум, это паттерн, собственно, нацизма, национал-социалистического режима Германии и Гитлера. И здесь, безусловно, мы увидим некоторые сходства и очень много отличий. С другой стороны, фашистскими режимами называли латиноамериканские диктатуры. И, скажем, ну, мне представляется, что, например, с аргентинской диктатурой довольно много сходств и гораздо больше, чем с нацистским режимом. Но это, при этом, это все такие аналитические в некотором роде упражнения, попытки как-то классифицировать и определить место этого режима в виду других. Но есть и некоторый момент такой пиаровский, но не в смысле пропаганды, а в смысле действительно месседжа миру про тот конфликт, который происходит и про место, роль России в этом конфликте, в этой войне против Украины. Если мы говорим, что российский режим фашистский, и как бы он по умолчанию уподобляется гитлеровскому, а война в Украине уподобляется Второй мировой войне, да, это хороший способ сплотить весь свободный мир против не свободы против вот этого абсолютного другого, которым Островский, кажется, в своей статье пишет. Но с другой стороны, не получается ли так, что для других стран это оказывается такой очередной европейской чистой историей. И если положить этот конфликт, например, в рамку антиколониальной войны, попытка империи вернуть отложившуюся колонию, то это могло бы быть таким месседжем для более широкой группы мировых обществ, не знаю, Индии, африканских стран и так далее. Потому что ведь очевидно, что Запад, хотя и добился довольно большой сплоченности в своих собственных рядах евроатлантического региона, в общем, испытывает заметные трудности в том, чтобы привлечь на свою сторону азиатские и африканские страны. Ну да, это так. И я думаю, что они будут и дальше дистанцироваться от западной коалиции и занимать такую промежуточную позицию. И это очень интересная и большая тема сама по себе. И я не думаю, что здесь можно было бы колониальный дискусс использовать, потому что все равно это оказывается конфликтом между Россией и Западом в силу того, что Украина не может выстоять в нем без поддержки Запада, прямой и интенсивной поддержки Запада. И в этом смысле он все равно становится конфликтом между Россией и Западом. А если конфликтом между Россией и Западом, то вот страны развивающиеся страны, азиатские страны, они принимают позицию нейтралитета, они не хотят поступать на стороне Запада. У них многие интересы другие, у них в населении другое понимание картины, у них значительное население антизападнические настроения присутствуют. И был опрос некоторое время назад, в котором показывалось, что уровень антизападничества в стране и позиция в конфликте правительства по всему миру коррелируют. То есть, например, на Западе действительно очень высокая поддержка Украины и поддержка какого-то ценностного императива западного. Потом дальше по мере того, как поддержка императива снижается, будет промежуточной занимать позиции правительства. Это довольно-таки коррелирует. и так мир устроен. И я думаю, что эти страны, которые находятся между враждующими странами, их влияние и значение политическое будет увеличиваться по мере того, как будет продолжаться этот конфликт. И это вообще такой тренд современности. Да, это дает им большое пространство до маневра. И похоже, что, например, для Индии тот факт, что в течение своей истории она тоже потеряла в войнах ряд территорий, которые исторически на момент формального проведения границ бывшей Британской империи считала своими, тем не менее не создает у нее достаточной ассоциации с Украиной, сейчас теряющей, у которой Россия сейчас захватывает ее территория в границах Республик Советского Союза. Знаете, это очень обычное явление. Дело в том, что вообще утерянных территорий, переходивших из рук в руки, их в мире очень много. И в принципе каждое правительство, практически каждое правительство располагает двумя такими рамками. одна рамка это, например, ни в коем случае не допускать сепаратизм для себя, а другая поддержка права нации на самоопределение, это для соседей, для других. И точно так же, что незыблемость границ это когда кто-то говорит о наших границах. и вполне можно более или менее экспресситно или скрытно предполагать зыблемость границ чужих, когда речь о наших интересах. Это двурушничество, оно является совершеннейшим стандартом международных отношений. Да, даже не око-за око, а просто гадзентонская мораль. Тем не менее, называемый нынешний российский режим фашистским или нет, но в любом случае его репрессивность увеличивается. И вот за последние дни несколько новых уже уголовных дел, причем не только в отношении политиков или журналистов, занимающихся острыми темами, как Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах, но и, например, против писателя Дмитрия Голуховского с объявлением розыск, арестом имущества, с одной стороны все это такие очень яркие случаи, вызывающие естественную волну сочувствия жертвам этих преследований, но в целом как бы вы оценили вот эту репрессивную динамику, насколько она быстро развивается, насколько как она коррелирует с остальными факторами типа ситуации на фронте, экономической ситуации. я да, я хочу сразу сказать, что здесь надо будет на что обратить внимание. Солдатов и Голуховский в принципе репрессивная динамика в России хорошая, то есть сажают все больше и больше, но эта история немножко другая, она не вписывается в эту общую историю про репрессивную динамику. это новая история, с которой нам сейчас надо жить и которая будет развиваться по нескольким направлениям. Это история про уехавших и про то, что режим понимает, что не может допустить их безопасности, чтобы они чувствовали себя в безопасности. поэтому сейчас будет по разным каналам целая серия таких нападений юридических, дай бог не физических, на тех, кто уехал из России, чтобы показать им, что их свобода речи, свобода высказывания не бесконтрольно и не абсолютно. У нас сейчас сложилась такая ситуация, что очень много журналистов и экспертов выехало из страны и это публичные фигуры в значительной степени, они говорят, они пишут, и все это проникает в страну. Мы как бы остаемся при всем при том, при всех рогатках в едином информационном пространстве. И более того, ситуация даже интереснее. Дело в том, что Кремль, ну Кремля, как бы первая реакция была, что вот война, нельзя допустить, чтобы антивоенная тема была поддержана элитами, журналистами и таким образом вот это вот те, кто молчат сегодня или те, кто фальсифицируют свое предпочтение, получили бы институциональную поддержку в общественном мнении и это нельзя допустить, поэтому всех надо закрыть. Когда они все закрыли, всех, кого они закрыли, в основном уехали. Кому они не дают говорить. И внутри страны не осталось того, чем Кремль мог бы дотягиваться, что не осталось тех информационных ресурсов, которые одновременно являются как-то достижимы для контроля Кремля, хотя бы очень такого широкого контроля, но все-таки каких-то рамок. И в то же время говорят на том языке, на котором говорит молодежь и люди не очень лояльные режимы. У режима Кремля есть только язык, который доходит до пенсионеров через телевизор. Это их ресурс. А вот ничего такого другого они там все это повыгнали и позакрывали и поразогнали. И поэтому у них просто нету туда языка и этот язык переместился за рубеж, где он совсем вне поля достижимости. Это вызвало некоторое когда пришло это понимание, то сложилась совершенно очевидная концепция, что надо как-то пугать тех, кто уехал. И вот сейчас начинают Андрей Солдатов и Глуховский. Это первые ласточки вот этой волны запугивания уехавших, которая и, к сожалению, по всей видимости, эта компания будет развиваться. Так что это важно отметить новую историю в репрессивных практиках, репрессивной истории нынешнего пыльного режима. Но с другой стороны, при этом похоже, стратегия остается пока прежней, собственно, которая была, такой точечной репрессии для запугивания плюс купирование любых попыток институционализации или явного открытого протеста. В этом смысле стратегия остается той же, просто она получает еще один фронт. Безусловно, да, она получает действительно еще один фронт, который обнаружился вот с тем, что мы сегодня как бы они все-таки не умеют надежно блокировать рунет и создавать его как такую закрытую зону, пока они этого не могут сделать, и они обнаружили, что все осталось на месте, да, что они все выгнали, все закрыли, а все опять существует. Это же старая история, да, у которой есть свои логики. После протестов 2011-2012 года Кремль как бы разгромил инфраструктуру либеральных медиа. но это были традиционные медиа в основном, там газеты, журналы, такие вот медиа, он их разгромил, но выяснилось, что в 10-е годы, что все медиа переместились в интернет и в социальные сети, и теперь в конце 10-х годов Кремль обнаружил, что он не может ее разгромить теми способами, как раньше, потому что раньше он громил через собственников, через формальные афилиации, через юридическую регистрацию, а теперь ничего этого не нужно, ни у кого этого нету фактически, тогда он придумал историю Кремль, вон Кремль, это, Кремль придумал новую историю, что я теперь буду всех объявлять иностранными агентами и нежелательными организациями, и таким образом блокировать юридически через репрессию, не через собственников, как было в первой итерации, а через репрессию, окей, значит, начал развивать это, уже всех он готов объявить нежелательными организациями, и тогда все встали и уехали, но теперь он объявляй нежелательные организации, не объявляй иностранным агентам, ты все равно это не так действенно, когда человек уехал, значит, нужно придумать, как доставать этого человека, несмотря на то, что он переехал туда, это такая гонка, значит, они бьют в российские медиа и публичная сфера перегруппировываются на новые позиции, они пытаются достичь этих позиций, вот это такая вот история на трех камнях. Да, давайте мы от репрессий, да, репрессий режима перейдем к как бы другой части внутрироссийской повестки, к новостям, уже такой череде новостей последних дней о том, что один за другим российские регионы берут шефство над теми или иными поселками и городами. Пока в ЛНР и ДНР я, по-моему, не видел еще новостей о том, чтобы это были вот эти оккупированные части Херсонской и Запорожской области. С одной стороны, в этом видится тот самый косплей советского времени. Вот у меня слово шефство, а то сразу что-то из серии пионерских звездочек. такие ассоциации в голове возникают. Но если представить, что за этим стоит все-таки некоторая экономическая реальность и российские регионы, причем не только Москва, которая стала побратимом Луганска и Собянин приезжал в Луганск недавно, но и такие совсем небогатые регионы, как например Владимирская область берут шефство над теми или иными населенными пунктами этих территорий, то с учетом их в общем небольшого экономического потенциала, как они будут еще и на это отрывать от своего скудного бюджета деньги? Не вызовет ли это естественное возмущение населения? У нас же очень не любят, когда кормят других, даже если другие, казалось бы, некие чаемые свои, которых мы к себе же и тянули. Ну да, но мне кажется, что это вот слово шефство здесь много объясняет. И шефство в советском языке это, откуда оно взято, как вы совершенно справедливо заметили, это панама и обман. Никакого шефства толком не бывает, все это знают, но надо выйти и сказать, что вот у нас шефство, все похлопают, поднимут флаг на веревочке, потом разойдутся, выпьют и все, и до следующего торжественного митинга. Наверное, какие-то Москва, наверное, поставит какие-то поставки, может она какие-нибудь автобусы передать, ну, не знаю, Владимирская область, какой-то деревни может построить трубу для канализации, а потом, скажем, Оренбургская область уже и сам туалет пристроит к ней. В этом все возможно, это небольшие будут деньги, которые, в общем, мало чего решают, и главное, что это такая, главное, это такая советская Панама, смысл которой, что, например, как это было устроено, что мы не хотим на что-то тратить деньги из бюджета федерального, а надо, чтобы это самое, ну, давай шеф им придадим, шеф им картошки накопают, приведут картошки и так решим проблему. Что-то у них, ну, хотя бы картошка будет. Ну, это вот такой весь советский бартер, такой тупой, бессмысленный, который, наверное, на поверку, если посчитать его результат, вот всего этого оборота картошки между шефами и подшефами, он гораздо дороже, чем если просто пойти, купить ее на рынке, обычно, оказывается. Ну, будет это все окей. Понятно. В общем, пока, пока торжествует косплей. давайте из России перенесемся в соседнюю страну и поговорим о Казахстане, где 5 июня прошел референдум. Казалось бы, такая очень знакомая нам рамка референдума внесения изменений в Конституцию, но с одной стороны смотришь на цифры, вроде все очень похоже на Россию. 68% явки, 72%, кажется, процента одобрения. При этом содержание какое-то немножко другое. Не то, чтобы, ну, вот в Казахстане прямо происходит демократическая революция сверху, но как будто эта страна двинулась немного другим трендом. Это так? Я отвечу. Это очень хороший вопрос, и у меня есть на него ответ. Значит, ну, во-первых, то, что произошло в Казахстане, это такая еще одна демонстрация того, что как трудно вот этому персоналистскому лидеру, персоналистскому диктатору оставить какой-то след в истории и оставить то, что он создает после себя. Все разрушают. Все. Но Сулакал Назарбаев один из самых успешных авторитарных лидеров постсоветского пространства, может быть, самый успешный. Это проявилось и в том, что когда Советский Союз распадался, то ВВП на душу населения в Казахстане был примерно 55% от российского, от того, который в РССР. А сейчас он примерно 95% от того, который в России. То есть они сократили почти весь этот весь этот и и Назарбаев в частности отличался тем, что устроил очень такой-то такой вызывавший удивление и некоторое даже восхищение переход от себя к преемнику. Он расставил сложную социальную конструкцию, в которой он как бы передавая бразды избранному новому президенту, в то же время оставил за собой ключевые элементы управления в своих руках, таким образом как расщепив эту президентскую власть. Сначала он собрал все полномочия в свои руки, как все автократы постсоветские, все полномочия в свои руки, все к нему стекается, меняли конституцию, отменяли ему сроки, отменяли права парламента, все как положено, все это двигалось, все к президенту подгребалось. Затем он это расщепил и как бы такой управляемый переход власти осуществлял. Оказалось, что это ничего не удается и в какой-то момент конфликт между Назарбаевской семьей, которая оставалась встроенным институтом в этой сложной системе держать противовесов и действующим президентом привел к тому, что проиграла семья, проиграл Назарбаев, и теперь президент просто отменил все, что понаписал в конституцию Назарбаев, прежде всего про его собственные заслуги и про его должность сил Басы, про то, что он основатель государства. Заодно Такаев произвел такую деструкцию этого суперпрезидентского поста, который создавали все автократы. В смысле у нас есть такой пул стран, которые двигались по этому пути, такого персоналистского режима, который постоянно убирает всякие издержки и противовесы и все подгребает президентской власти. Это Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, это Азербайджан и Россия. Вот это вот такая классика. Это одна институциональная модель. Они совершенно одинаково принимают поправки. А, еще Белоруссию. Белоруссию забыли. И Белоруссия. Они принимают одинаковые поправки, все под копирку. Объяснение этих поправок, рассказы про то, что мы древние истории и память предков у нас страшно такая важная. Главное, чтобы собрать монархический президентализм. Значит, Назарбаев тоже самое делал. И теперь Пакаев как бы дезинтегрирует его. Он опять возвращается к увеличивать права парламента, обещает восстановить институционный суд. В общем, как бы возвращается к такой более демократической модели. И все это можно было приветствовать, но стоит вспомнить, что когда Советский Союз распался, ну, там после некоторых перетурбаций, в частности, там у Назарбаева был конфликт с парламентом в начале 90-х годов, он даже распустил его, но в тот момент все постсоветские республики принимали полупрезидентские конституции с ограниченным сроком президентства. Поэтому им потом пришлось увеличивать 40-ка президентства, отменять ограничения, заниматься всей этой ерундой, лабудой, и все под президентов все полномочия сгребать и менять конституции, потому что в начале эти конституции все были примерно такими полупрезидентскими с ограниченным сроком президентства два срока, не больше. Но потом они начинали это... Вот. Почему так принимались конституции тогда? Потому что в этот момент перехода центральная власть и исполнительная власть была не очень уверена в своих силах и ей надо было пообещать другим элитам, что они будут иметь возможность влияния через ограничение сроков, через права парламента. Элиты согласились с ним, согласились с этой конституцией, с этой конструкцией власти, а затем можно отбирать это все. Потихоньку раз, потихоньку набираешь и сегодня Такаев предлагает это. С одной стороны, это можно увидеть как движение к демократизации, но мы прекрасно знаем, что Такаев чувствует себя неуверенно. Он еще не победил все эти назарбаевские рогатки, и ему нужно кланам дать гарантии сегодня, что он не будет вот таким вот этим самым единоличным, который всех бараний рог сворачивает, что он даст им права, но мы знаем, то есть это в принципе может оказаться каким-то началом процесса демократизации, но это вполне может быть и самый высший стекл, когда каждый автократ собирает все в свои руки, потом он там умирает или его сбрасывают и тогда новый, или он преемник себе, но каждый преемник, даже им самим назначенный, он сначала уничтожает наследие старого, уничтожает главные кланы прежнего правления, уничтожает главных силовиков прежнего правления, даже если это они его привели к власти, как это было в Туркмении, и в этот момент он обещает другим кланам, что они будут иметь права влияния через парламент, через конституционный суд, через ограничение сроков, ну а потом, когда он разделается с этими, он начнет отбирать все это обратно и опять это складывать в одну копилку под себя, чтобы стать таким же автократером, чтобы потом либо умереть, либо назначить преемника, который растопчет все, что он сделал. Это такая хорошая, интересная сказка про персоналист авторитаризм. Но есть ли у казахских элит какой-то шанс на этом втором круге попытаться побороться за сохранение хотя бы тех прав, которых им сейчас такая вдаст? Или это в общем по сути почти церемониал? И шанс есть всегда. И мы знаем, например, что мы перечислили шесть стран, которые шли по этой модели и ходят по этому кругу, но есть и другие страны, где каждый раз это не удавалось. Чем отличаются еще постсоветские страны, кроме перечисленных, и там если бросить Балтию, это Молдова, Армения, Грузия и Украина. Это страны, в которых несколько раз попытки так вот консолидировать власть не удавались, и эта неудача как раз приводила к так называемым цветным революциям, они становились триггером этих неудач, и Киргизия Киргизия это очень особенный случай. Киргизию сюда можно включить, но там надо будет очень оговариваться, там очень особенный случай, там немножко другая культура, я бы остановился на этих четырех, остановился на этих четырех, и это страны, я это называю конкурентной олигархии, где есть несколько элитных таких кланов, групп, которые борются между собой, но они друг другу уравновешивают, они не могут и никто не может захватить все, захватить царя горы, я когда-то делал такой доклад, который так и назывался стать горы, никто не может стать царем горы, для этого это возможно, когда есть между целым рядом укрепившихся элитных кланов есть довольно адекватное распределение ресурсов, то есть у них у каждого есть какие-то свои ресурсы, которые соотносимы с ресурсами другого, когда это проецируется на какую-то социитальную структуру общества, например, как в Украине это проецировалось на украинский такой регионализм, вот запад Украины, вот восток, вот Киев, это третье дело, вот юг, это со своими делами и тараканами, это четвертое еще дело, это такая социитальная структура, и кланы проецируются на нее, как на зону поддержки, и не могут друг друга, вот, и тогда ключевым моментом здесь начинает, происходит то, что описано в книжке Дугласа Норта и товарищей, а именно начинается некий совместный контроль силовых полномочий, то есть и это становится ключевым элементом, вот когда ты не можешь всю силу государства со своих руках взять и ее использовать по своему желанию, а там есть другие игроки, которые будут блокировать часть силового ресурса, то здесь уже возникают такие серьезные предпосылки к тому, чтобы институционализировать вот эту многовершинную структуру, но и поэтому мы будем в Казахстане этому будет препятствовать, очень сильно препятствовать то же, что препятствует такому коду событий, такой логике событий, такой логике развития политической борьбы в России, а именно нефтяные ресурсы. Это ресурс, который очень легко сосредотачивается в одних руках, легко контролируется, управляется и дает ренту, которая дает тебе несравнимое преимущество на внутреннем, ну, несравнимое материальное преимущество, ты можешь покупать, ты можешь покупать силовиков, ты можешь покупать парламентария, прессу и, в общем, государственную бюрократию и население, которое ты тоже можешь подкупать этой рентой. И это, в общем, оказывается тем самым ломом, против которого нет приема. Да, хотя, насколько я понимаю, у Такаева, наверное, нету в полной мере своего какого-то обширного клана, но, тем не менее, есть, да, вот это институциональный каркас государства и режима, который скорее будет загонять все-таки страну в авторитаризм. Да, я скажу, что действительно это не обязательно будет так. Такаев был очень умно и выбран Назарбаевым. Такаев, значит, характеризовался тем, что он в последнее время работал в основном в МИДе и на международной арене. Он не был погружен почти никогда, кроме краткого периода, в внутреннюю хозяйственную деятельность. А следовательно, он не мог иметь надежный клан вот этой вот своей клиентелы, надежной хозяйственной такой, обладающей ресурсами. И он уже не такой уж молодой человек был, и это все давало надежду, что он не сможет так усилиться, особенно при контроле Назарбаева и его клана. Но теперь, когда Итакаев оказался победителем Назарбаевского клана, причем таким победительным солидным, который его просто раздавил, он превращается в ту фигуру, которой могут пойти присягать все прочие кланы, и довольно быстро это может все репродукцироваться. Может быть другой сценарий, но я хотел только сказать, что все они начинали с того же, с того же, что сейчас вводит Такаев, и это ничего не гарантирует, если другие факторы не вступят в силу в игру. Да, и последняя тема, о которой бы я хотел бы поговорить сегодня, которая нас и опять возвращает в Россию, и мне кажется немного закольцовывает разговор. Мы как бы имеем мало возможностей, в силу закапсулированности российского режима, имеем мало возможностей собственно знать, как же в действительности не ради пропаганды видят себя российские лидеры, российская власть, но иногда они проговариваются намеренно или не намеренно, и возможно российский президент недавно это сделал, и выяснилось на удивление, что видит он себя Петром Первым. 9 июня Путин посетил выставку Петр Первый рождения империи, где сообщил городу и миру во-первых, свою версию истории, из которой следует, что не только районы, где сейчас расположен Саттпетербург, являются исконно русскими, но они, предположим, в какие-то моменты входили в состав Киевской России, оказывается, и Прибалтика тоже относится примерно к тому же к такому же типу территорий, и Петр вообще ничего ни у кого не отторгал, а наоборот возвращал свое. Но это даже не самое интересное, а скорее удивительно, что при этом на общем фоне, казалось бы, отторжения от Запада Путин выбирает для параллели своей исторической, для некого исторического образца фигуру императора, который, конечно, был деспот, безусловно. но с другой стороны, в общем, обеспечил Россия новую эпоху контактов с Западной Европой и постепенной включенности в Западную Европу. Как так получается? Как может выстраиваться такой удивительный миф? по мнению Путина мы благодаря его политике вступаем в большее соприкосновение? Мы открываемся миру? Ну, я думаю, что Путин не идентифицирует сейчас Петром Великим. Первым. Первым, да. я думаю, что он пытался идентифицировать себя с условной фигурой русского монарха расширителя земли, захватчика, который присоединяет к России новые земли. Действительно, довольно бессмысленно разбирать исторические пассажи Владимира Путина, потому что мы знаем, что он не очень хорошо знает историю, он путает там Северную войну с семилетней, вчера он выучил вчерашний войну, что такое Северная война, на прошлый раз, как мы знаем, не знал. Это вообще такой тип людей, очень распространенные широко, которые никогда не интересовались в особенной истории, были заняты своей карьерой, продвигались по службе, а потом уже так к пенсии вдруг начинают ей интересоваться, но они интересуются не для того, чтобы узнать историю, а у них уже есть некоторый комплекс представлений, который сложился, и они хотят в истории найти ему подтверждение. И они операционно есть специальные такие книжки для таких людей, которые так именно препарируют историю, и это такой наивный историзм, очень знакомый, наивный обывательский историзм, я бы это назвал. Но мне кажется здесь важным, что действительно, даже это не важно, что Путин сказал, что Петр возвращал, Петр возвращал действительно Индер-Маландию, это как бы можно было назвать возвращением, а Исляндия или Фляндия были завоеваны, но это все не важно. Важно, на мой взгляд, то, что во второй половине двух тысячи десятых годов у Путина произошло некоторое переключение, некоторая смена, я бы сказал, костюма, смена идеологии. Ведь Путин ранний, Путин двухтысячных годов и начало даже еще 2010-х, это скорее Путин, мечтающий о восстановлении в том или ином виде СССР. А вот Путин после 14-го года, это Путин отрицающий легитимность СССР и его границ, его структуры, его конструкции и мечтающий к возвращению некоторой истинной России, некоторого имперского тела России, границы которого даже четко не определены, но они явно превосходят границы Российской Федерации, как они были определены в СССР. И вот эта идеология захватничества как возвращение нашего, а это все можно представить как наше, ну что, Прибалтипе не является нашим, что ли? Конечно, сколько лет она была у нас и от Петра до революции и потом от 40-го года опять. конечно, это наше все. Если так поговорить, то, в общем, и Польша, конечно, наша, потому что она была нашей. Вот. Это вот, ну это такая идеология, и важно вот это переключение, что он, заметьте, что даже вчера рассказывая, он рассказывал там про то, как вот в ДНХ была замечательная выставка достижения народного хозяйства, потом пришла в упадок в 90-е годы, а теперь вот опять восстановилась как замечательная такая выставка. И он при этом не упомянул СССР, что вот в первый период это был СССР, потому что СССР теперь для него не существует. И теперь как бы существует великая Россия от там от Рюрика, которая прямо сразу идет к нему, и он должен восстановить ее границы, когда они были на максимуме. Вот как бы вот такая идеология. И это новый такой Путин, который вот значит рождается где-то в районе по моим наблюдениям 15-го года первой попытки расчленить Украину и отторгнуть ее восточную территорию в пользу России. И вчера этот Путин значит начал рассуждать об истории, чтобы прокачать вот эту свою новую идеологию имперской России, которая сменила у него идею воссоздания СССР, которая была популярна и близка ему в начале первые десятилетия его власти. Но это же делает в общем реалистичными самые такие серьезные страхи всех стран Центральной и Восточной Европы, просто такая реализация их предсказаний об угрозе Прибалтики, об угрозе Польши. И в общем мне, например, еще 10 лет назад артикуляция таких страхов казалась довольно малообоснованной, так скажем. А теперь в общем не только из-за войны в Украине, но и вот из-за подобных заявлений, так сказать, невозможно. Ну, эти заявления, конечно, не придают уверенности в завтрашнем дне этим странам, которые вокруг, потому что мы видим, что Путин совершенно как бы, ну, он считает, что все границы рушимы, что никакие договора не имеют значения, и только была бы сила. Но хорошая история, хорошая часть истории заключается в том, что силы не так много, и пока за 100 дней он едва сумел пробить сухопутный коридор в Крым, и это стоило очень много сил и ресурсов, и даже Донбасс и Луган, и Луганщина, они еще не возвращены целиком под контроль, точнее, не возвращены, что я говорю, не захвачены целиком российскими войсками. Поэтому на наступление на таком широком фронте, включающем Швецию, Финляндию, Польшу и Прибалтику, оно кажется малореалистичным. Да, безусловно, мы, к сожалению, окажемся в ситуации, когда безудержные фантазии возрастных российских правителей ограничиваются, к счастью, все-таки недостаточно большим объемом ресурсов. Кирилл, спасибо вам за разговор, и я надеюсь до новых встреч. Спасибо, счастливо. до свидания, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал о стране и мире в Телеграме и в Ютубе.